Мир вам и милость Аллаха. Я надеюсь, что вы пребываете в хорошем состоянии. И надеюсь, что у вас крепкий иман. Я хочу сказать вам, не печальтесь никогда, потому что с вами Аллах. Эта жизнь не стоит того, чтобы печалиться. Поэтому всегда улыбайтесь, даже когда вам немного грустны. Я тоже часто грущу, потому что я очень сильно хочу домой, в рай. Я хочу слушать Коран и читать его весь день. Если вас что-то опечалит, сделайте земной поклон и помните, что вы часть мусульманской общины. Это значит, что каждый делает за вас дуа, включая меня. Поэтому выше голову и будьте сильными, потому что с каждой тяжестью есть облегчение. Как я обещал Аллах в Коране, когда вас настигает печаль, помните, что эта жизнь всего лишь испытание, и скоро все пройдет, и вы будете счастливы навечно в раю. Вы не будете опечалены. Все, что с вами происходит, Аллах пожелал, чтобы это случилось с вами. Поэтому радуйтесь этому и не печальтесь. Вы мусульманин, и Аллах любит вас. Так любите же и вы его. Я знаю, что я всего лишь маленький ребенок. Пожалуйста, послушайте меня, когда я говорю. Когда вы войдете в рай, вы даже не вспомните эти времена и все плохое, что произошло с вами и что ранило вас. Аллах убережет вас от всего плохого. Иншаллах, вы найдете свой путь. Иногда Аллах испытывает нас трудностями, но посылает Он испытания только тем, кого Он любит. Так что знайте, что Он любит вас, и я тоже люблю вас очень сильно. Надеюсь, что это обрадует вас. Мир вам, милость и благословение Аллаха. Мои дорогие братья и сестры, я бы хотел посвятить данную лекцию для каждого, кого бросил отец. Для того, кто полюбил кого-то в этой жизни и по той или иной причине был отвергнут. Для того, кто потерял близкого и не смог понять почему. На свете много людей, живущих с болью и в страданиях, разного рода боли и страдания. Но все всегда сводится к одному. Что шайтан так или иначе находит способ одолеть их, и избивает их с пути Аллаха. И данная лекция посвящена всем этим людям. У всех у нас есть проблемы в жизни, братья и мои, сестры. И это факт. Жизнь – это испытание. Мы будем испытаны. Поистине Аллах говорит... «Ам хасибتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم 117. Местятهم البأساء والضراء 118. وزلزلوا حتى يقول الرسول 119. حتى يقول الرسول 110. والذين آمنوا معه 111. متى نصر الله 119. وزلزلوا حتى يقول الرسول 119. وزلشلوا حتى يقول الرسول 119. وزلزلوا الحجم и закончится депрессией, вам все начнет казаться темным и мрачным. Нет, мы не верим в это, мы верим в счастливый конец. Как бы мрачно все не выглядело, эта дунья, мирская жизнь, ты в самой низкой дуньи, это означает самое низкое место, то есть мы на самом дне. Отсюда есть только вверх, это место. Знаете, клянусь Аллахом, я дам вам и себе искренний совет. Земная жизнь, это место сожалений, так оно задумано. Если вы ищете счастье в этой мирской жизни, то вы не в том месте. Испытания и трудности от Аллаха Святона Велик. Есть ведь не только бедствия, которые поражают нас с точки зрения смерти, потери имущества. Имеются ведь и блага, которыми Аллах наделяет нас, за которые мы не благодарим Его, и к тому же мы не пользуемся ими надлежащим образом. Если вы понимаете, что Аллах испытывает вас, если вы не видите этого испытания, то сейчас самое время осознать, что Аллах испытывает вас или болью, или наслаждением. И то, и другое восходит к одному результату. Вам нужно обратиться к Аллаху Святона Велик. Тот, кого испытывают болью, он ищет помощи Аллаха Святона Велик и находит выход. А тот же, кого испытывают удовольствием, то он благодарит Аллаха за все эти блага и использует их как способ приближения к Аллаху. Сколько богатых людей вы знаете, у которых много имущества? Дети, поглощенные проблемами. Те, у которых своеобразные сыновья. И вправду, взгляните, люди поглощены проблемами. Вы думаете, что смотрите на таких богатых, потому что у него большой дом, красивый Мерседес? Если бы вы оказались на его месте, вы, возможно, сказали бы, «Я хочу снова быть самим собой, несмотря на свое бедное положение, потому что я хотя бы могу спать по ночам, а на его месте я должен принять все эти таблетки, чтобы заснуть». Когда дело доходит до трудностей и испытаний от Аллаха, у вас есть один из двух вариантов. Либо справиться с болью прямо сейчас и стать ближе к Аллаху Святона Велик. Или вы можете отложить борьбу с болью, ища жалости других, ища помощи от других и продлевая боль без какого-либо облегчения. И здесь очень важно понимать, что этапы, через которые проходят люди, когда они испытывают боль, предательство от других людей, первой их реакцией на подобное бывает уход в себя, они изолируются от всех и желают быть одни. Когда же мужчины сталкиваются с подобным, они по своему естеству хотят справиться со своей болью. Они не любят говорить о своих переживаниях. А женщины, как правило, любят говорить о своей боли и переживаниях. Поэтому их первой реакцией бывает, что они звонят к близким, видятся с матерью, делятся с ними. Но так или иначе, когда дело касается серьезной боли, вы попытаетесь изолироваться от всех. И это первое, что нужно знать, что на самом деле вы не хотите поступать так. Это не является естественной реакцией. Это шайтан говорит вам, что если вы будете в одиночестве, то так вам будет лучше, потому что вы сами понимаете, в каком состоянии пребываете. Так шайтан пытается обмануть вас. Возможно, вам нужно побыть немного одному. Но оставаться одному подолгу очень вредно и губительно для вас. После того, как пройдет немного времени с начала той или иной боли, страдания, обязательно будьте в кругу верующих людей. Людей, которые будут напоминать вам об Аллахе Свят Он Велик. Даже пророк, и он, посланник Аллаха, он тоже испытывал и проходил через трудности. А какое решение дал Аллах своему любимому пророку, саллиллаху, алейхи вассалям? Разве Аллах сказал ему, о, Мухаммад, иди и обратись к психологам, чтобы избавиться от стресса. Выпей успокоительные лекарства в большом количестве. Потому что в наши дни так и происходит. Не то, чтобы я против этого, или чтобы говорить это правильно или неправильно. Не это моя тема. Но я говорю, что лучшее облегчение, и лучшее лекарство, и лучшее лечение от депрессии и стресса – это то, что Аллах дал пророку Мухаммаду, алейхи вассаляту вассалям, и дал всей уме. Так что Аллах, аз-за-ваджаль, дарует ему исцеление и говорит «Поклоняйся Господу твоему, пока убежденность не придет к тебе». Это и есть лекарство и исцеление. Это то, что каждый, кто испытывает боль и страдания, должен осознать, что эта боль и страдание не является наказанием Аллаха для вас. Это скорее призыв Аллаха. О мой раб, вернись к своему Господу. О мой раб, это напоминание для тебя, что я желаю вернуть тебя к себе. И это одна из мудростей, испытаний и невзгод. Пока мы звоним друг другу по телефону, пока мы пишем друг другу текстовые сообщения, призыв Аллаха не сходит на нас в виде боли и страданий. И вы можете отреагировать одним из двух способов. Вы можете справиться с этой болью в тот самый момент и решить стать ближе к Аллаху. Или вы можете просто ограничить эту боль для себя, не делая ничего с этим, и тогда вы увидите, что это сделает с вашей верой. И это последняя стадия из этапов самоизоляции, то есть пребывания в одиночестве. Уйдя в себя, вы в конце концов увидите, что ваша вера исчезает. Содержание вашей молитвы, концентрация в молитве, все это начнет исчезать. Вы утратите способность читать Коран, так же, как и способность держать пост в течение дня. Что вы сделали не так? А сделали вы то, что предоставили самого себя в руки шайтана. А шайтан ведь обещал, что заставит вас заблуждаться и собьет вас с прямого пути Аллаха. Поэтому во время боли и переживаний вам нужно пребывать с верующими людьми, с праведными людьми. И пусть они будут вашими проводниками, ведущими вас к Аллаху. У всех свои проблемы, и очень редко люди все время пребывают счастливыми на протяжении своей жизни. Таких людей мало. А Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал, что сутью этой мирской жизни является потрясение. Лучшее поклонение – ожидание облегчения от Аллаха, когда вы пребываете в трудном положении. И если бы у мусульман было такое видение, они бы осознали, что, если я проявлю терпение в постигших меня трудностях, то я ведь пребываю таким образом в поклонении. Даже просто сидя дома, если вам достаточен Аллах, и вы уповаете на Него, то вы тем самым пребываете в поклонении. А если же вы жалуетесь, почему всегда я, все мрачно, ужасно и трагично, вокруг тьма и нет никакого просвета, Аллах пошлет вам еще больше вещей, относительно которых вы будете жаловаться. И это уже будут вещи, которые заставят вас по-настоящему жаловаться. Потому что имеется хадис, где говорится, что если вы жалуетесь на маленькие невзгоды, то Аллах пошлет на вас более серьезные вещи. Аллах наказывает не из-за гнева и ярости. Аллах наказывает, чтобы очистить вас от ваших грехов. Боли и страдания являются средствами очищения. Они являются средствами, очищающими вас, чтобы вы могли попасть в самую чистую и прекрасную обитель, в наивысшую степень рая. Вот почему Аллах, Свят Он и Велик, посылает испытания и переживания. Нас будут постигать беды, и мы знаем это, потому что такова сущность этой мирской жизни. Поэтому мы будем испытывать трудности, но пусть они не будут касательно религии, пусть они касаются мирской жизни, и в этом благо. Вы остались без работы, хвала Аллаху, зато я не пропустил молитву. Хвала Всевышнему, я не потерял свою веру. Хвала Аллаху, что есть место совершить омовение и помолиться. Работа приходит и уходит, а если утратите веру, один Аллах знает, удастся ли вернуть ее снова. И последнее касается мирской жизни. Пока та или иная трудность вас постигает в этой жизни, то в этом благо, потому что настоящая трудность ждет в следующей жизни. Так что если взглянете, то осознаете, что мы пребываем в благе. Оллахи, многие из нас. Возможно, некоторые более заметны, чем другие, но в целом вся община пребывает в благе. Палестина, Кашмир, везде. Мы пребываем в благе, и вы должны это видеть. Должны понимать это, потому что у нас есть Аллах. У неверующих людей нет Господа. У нас есть Аллах. И пока у нас есть Аллах, они ничего не могут забрать у вас. Все, что вы желаете, существует только благодаря Аллаху Святому Велик. Поэтому если у вас есть Аллах, у вас есть все, что вы желаете. Если же у вас нет в сердце Аллаха, то абсолютно ничего из того, что вы желаете, не сделает вас счастливым. Ничего. В конечном счете, вы останетесь ни с чем. Оллахи, это правда. Это не обман. В этом мире ты никогда не будешь по-настоящему счастлив, несмотря на то, что Аллах дает тебе. Ты никогда не будешь по-настоящему доволен. Ты можешь быть самым богатым на земле. У тебя может быть самый большой дом. У тебя может быть самая красивая супруга или супруг. Ты можешь владеть всем, чем желаешь, но никогда не будешь счастлив. Истинное счастье и довольство будут только в Ахара, то есть в следующей жизни. Это все будет только в раю. Все в жизни относительно и зависит от того, как вы справляетесь с той или иной ситуацией. Поэтому очень важно для человека, испытывающего трудности, правильный взгляд на сложившуюся ситуацию. То есть это не наказание от Аллаха, а средство приблизиться к Нему. Это не наказание от Аллаха, а призыв от Него, что Он желает, чтобы ты вернулся к Нему. Аллах Свят Он и Велик не возлагает на душу больше, чем она может нести. В большинстве случаев, когда мы испытываем боль и страдания, эта боль настолько кажется сильной, что мы думаем, словно все беды этого мира свалились на нас в тот момент. Но реальность данного положения такова, что это не так. Всегда есть кто-то, кому намного хуже, чем вам. К примеру, вы оказались в тяжелом положении. Так зачем ухудшать еще больше, не проявляя терпения? Этим мы только гневим Всевышнего. А человек, проявляющий терпение и поминающий Аллаха Свят Он и Велик, они удостаиваются того, что и Сам Аллах поминает их. Их окутывает милость Всевышнего Аллаха Свят Он и Велик. Если вы опечалены, поминайте Аллаха. Если у вас трудности, молитесь Аллаху и просите Аллаха избавить вас от тяжестей. Когда вы сильно взволнованы в трудные минуты, скажите «Субхан Аллах!» «Субхан Аллах!» Почему, когда человек злится, то он произносит всевозможные слова, которые приходят ему на ум, кроме слов «Субхан Аллах!» А знаете почему? Потому что как только он скажет «Субхан Аллах!», то сразу же успокоится. Для приближенных рабов Аллаха Свят Он и Велик не существует страха, и ничто их не печалит. Какой смысл иметь все деньги этого мира, роскошь этого мира и весь его комфорт, а также силу, власть и влияние? Какой толк от всего этого, если Аллах при этом недоволен тобой? Какой смысл? Конечно, ты опечален. Конечно же, ты омрачен. Это все из-за того, что Аллах недоволен тобой. Добейся довольства Аллаха, и Он сделает тебя счастливым. Но ты грешишь днем и ночью, и при этом хочешь быть счастливым, и чтобы Аллах был доволен тобой? Это невозможно. Ты ослушаешься Аллаха, но в ответ хочешь, чтобы Он сделал тебя счастливым? Этого никогда не будет. Ты впадаешь в запретное и желаешь, чтобы Всевышний одарил тебя счастьем? Так не бывает. И поэтому, мои братья и сестры, когда вы опечалены и омрачены, задайте себе этот вопрос. До того, как взглянуть в свой банковский счет с целью узнать, сколько у вас на счету денег, и перед тем, как назначить собеседование с психологом или врачом, и прежде чем сесть и говорить с тем или иным человеком, спроси себя, каковы твои взаимоотношения с Аллахом. Ведь именно из-за этого ты и опечален. Ты грустишь из-за своего языка, который уже высох от непоминания Аллаха Свято-Навелик. Валлахи, с того момента, как ты начнешь поминать Аллаха, с того момента, как ты обратишься ко Всевышнему и начнешь молиться Ему, ты обретешь чувство счастья в своем сердце. Потому что мрак в сердце порождает печаль. Мрак в сердце порождает печаль. Мрак в сердце приводит к депрессии. Мрак в сердце приводит к стрессу. А свет, нур, приносит счастье. Свет и нур приносят спокойствие. Свет и нур приносят успокоение и умиротворенность. У нас неправильное понимание спокойствия и умиротворенности. Мы думаем, что счастье заключено в деньгах, что счастье – это власть. Валлахи! Аллах знает, никто не счастлив благодаря только деньгам. И никто не счастлив из-за славы. Мы слышим каждый божий день, что самые богатые люди совершают самоубийство. Почему? Самые популярные люди – наркозависимые. Почему? Если бы они были счастливыми, разве стали бы употреблять наркотики? Если счастье заключается в деньгах, почему же они кончают жизнь самоубийством? Их заботит только мирская жизнь. Мирская жизнь – причина их печали. Они всецело поглощены мирской жизнью. Но, причисто Аллах, ты мумин, ты уверовавший. Довольство Аллаха – твоя каждодневная цель. У тебя лучший сон, у тебя лучшее пробуждение. Ты кушаешь лучшее. И твое сердце – самое лучшее сердце. Твое спокойствие – самое лучшее. Причисто Аллах. Когда ты делаешь все ради довольства Аллаха, то он окутывает счастьем твое сердце. Когда ты ищешь довольства Аллаха, то он делает тебя довольным. Когда ты живешь ради довольства Аллаха, то он дарует тебе удовлетворенность. Когда ты делаешь все ради довольства Аллаха, то Аллах делает тебя из числа тех, кто счастливый. Аллах дарует тебе избавление от стресса. Аллах избавляет тебя от депрессии. Аллах наполняет твое сердце тем, о чем действительно нужно думать. В Аллахе, да, конечно же, мы подвержены стрессу. В Аллахе, мои братья и сестры, единственный способ для нас быть счастливыми и избавиться от стресса – это искать довольство Аллаха. Обратитесь к Аллаху Святому Велик, и Он позаботится о вас. Будьте с Аллахом, и Он будет с вами. Спешите творить добро, и Аллах Святому Велик дарует вам счастье. Если вас постигли трудности, то будьте богобоязненными, и тогда Аллах дарует вам выход. Если вы тонете в проблемах, проявите богобоязненность, и Аллах избавит вас от проблем. Если вы пребываете в депрессии, то бойтесь Аллаха, и Он дарует вам избавление от депрессии. Уповайте на Аллаха, и тогда у вас будет всё. Уповайте на Аллаха, и тогда Он дарует вам всё. Уповайте на Аллаха, и Он одарит вас всем. Пророк А.С. сказал, «Если кого-либо из вас когда-нибудь постигнет горе, так пусть же он посмотрит на свои беды и печали через призму бедствия, связанного со мной. Поистине оно одно из самых тяжелых». Тут пророк А.С. ведет речь о своей смерти. Это величайшее бедствие для каждого мусульманина и даже без осознания этого. И давайте посмотрим, почему так. Посмотрите на статус пророка А.С. Он был лучшим другом каждого человека, поэтому люди потеряли лучшего друга. Люди потеряли своего утешителя. Жены пророка А.С. потеряли своего мужа. Мусульманская община потеряла своего лидера. Старые женщины в общине, которым некому было рассказать о своих проблемах и о которых они рассказывали посланнику Аллаха А.С. Они потеряли того, кто слушал их. Это величайшая из бед, так как пророк А.С. был нашим прямым проводником к Аллаху. Пророк А.С. был нашей прямой связью с Аллахом. Во время горя и бедствий у вас есть выбор – или приблизиться к Аллаху Свят Он и Велик, и это ваш путь в рай, или же решить жить со своей болью, ища сочувствие людей и тем самым усиливать свою боль и просто уничтожать себя. У кого есть Аллах, у Него есть все. Молю Аллаха, облегчить страдания каждому уверовавшему и каждому мусульманину. И чтоб он сделал эту боль средством приближения к Нему, а не средством отдаления от Него. Да воздаст Аллах вам благом, мир вам и милость Аллаха. Субтитры создавал DimaTorzok